Здравствуйте! Вы смотрите итоги дня информационного портала улправда.ру. Меня зовут Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. В Николаевском районе 14 человек заболели корью. Ульяновцы проводили масленицу. Уникальные операции на сердце проводят в Ульяновской областной больнице. Юные ульяновские лесничьи стали лучшими в России. В Николаевском районе 14 человек заболели корью. Это острое инфекционное вирусное заболевание, характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек, полости рта, конъюнктивитом и сыпью на теле. Среди заболевших трое детей. Все больные госпитализированы. Их состояние оценивается врачами как удовлетворительная с положительной динамикой. Первый случай заражения был сфиксирован 5 марта. Источником заболевания стали двое жителей района, которые работают вахтовым методом в Москве. В больницу они обратились с признаками ОРВИ. Остальные жители заболели в результате контакта с ними. В 2018 году смертность от болезни системы кровообращения снизилась на 5%. С 2016 года только кардиохирурги областной больницы сделали больше 370 операций на открытом сердце. После них уже на второй день пациент может ходить. Подробности выясняла Рината Алиулова. Врачи профессионалов своего дела. Большое спасибо. Как вы себя чувствуете теперь? Спасают всех они. Молодцы. Жизнь 62-летнего Игоря Пикузова спасли врачи кардиохирургического отделения Ульяновской областной клинической больницы. Мужчине диагностировали ишемию. Специалисты провели многососудистый аут, артериальное и коронарное шунтирование на работающем сердце. После операции прошло двое суток. Пациент спокойно передвигается и полностью активен. Поступил две недели тому назад. Были сжения в сердце, в груди, потом тупые боли. Ну, посмотрели, оставили меня сразу здесь, в поликлинике. Провели все обследования бесплатно и быстренько-быстренько на операцию. Многососудистый аут, артериальное и коронарное шунтирование на работающем сердце – одна из недавно внедренных в больницы технологии в хирургическом лечении ишемической болезни. Теперь, благодаря этой методике, прооперированные пациенты не проводят недели в реанимации. Их сразу переводят в палату, где уже через сутки больные начинают самостоятельно ходить. В прошлом году местные кардиохирурги также стали оперировать пациентов с поражением нескольких артериальных бассейнов. Это патология, при которой появляются серьезные проблемы в сосудах головного мозга и коронарных артериях сердца. В прошлом году мы начали выполнять одномоментно операции на сердце, ревускулизацию миокарда и коррекцию стенозов магистральных артерий головы. То есть мы подключаем аппарат искусственного кровообращения, выполняем одномоментно данное вмешательство, что приводит к хорошим результатам, а больные остаются живы. Ежегодно специалисты отделения кардиохирургии больницы в среднем проводят на открытом сердце сотни хирургических вмешательств. Чтобы справляться с интенсивным потоком операций, в медучреждение поступило дополнительное оборудование. В 2018 году в наше отделение было приобретен набор хирургический для выполнения, дополнительный набор для выполнения операций на открытом сердце, что позволило нам выполнять в день более одной операции. То есть мы можем теперь выполнять две операции в день, что в этом году успешно и происходит. По словам специалистов, 100 операций на открытом сердце в год недостаточно. По их оценкам, подобных хирургических вмешательств должно быть в пять раз больше. Таких показателей можно достичь с открытием в регионе Центра сердечно-сосудистой хирургии. Ринат Алюлова, Юрий Конихин, Новости Ульяновской правды. С этого года каждый субъект страны задействован в реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Фактически это целый комплекс мероприятий, направленных на приведение дорог в нормативное состояние. О том, как качественно и в срок достигнуть всех поставленных задач, обсудили на семинаре совещаний в Москве. Впервые проектная команда нацпроекта собралась в полном составе. Это делегации 83 субъектов России. Трехдневный семинар совещания проходил в Москве при участии главы Минтранса Российской Федерации Евгения Дитриха. За весь период проекта должны быть отремонтированы почти 40 тысяч километров автомобильных дорог регионального значения. В Ульяновской области ремонтные работы затронут 47 участков протяженностью 107 километров. Наиболее знаковые участки по Ульяновской городской агломерации – это автомобильная дорога Ульяновск-Узюково-Тольятти, Солдатская-Ташла-Кузоватова-Новоспасская, Труслика-Тиапин-Чамезинка. Это те участки, которые больше всего пользуются спросом у населения, там высокая интенсивность движения. Кроме замены дорожного покрытия установят больше 2000 дорожных знаков. Новые светильники установят на 20 километрах транзитных участков дорог, обновят и горизонтальную разметку. Всего на реализацию нацпроекта в регионе направят 2 миллиарда 414 миллионов рублей. Участники семинара сошлись во мнении, что жители регионов должны стать полноправными участниками процесса развития дорожной инфраструктуры. Это означает, что ульяновцы будут принимать активное участие в приемке дорог, а также контролировать процесс ремонта. Несмотря на свою внеклассную работу, школьные лесничества успели снискать любовь самих школьников. Ребята не только узнают много нового о лесе, запарты школы, но и ходят в походы, строят скворечники и сажают деревья. В прошлом году старейшему школьному лесничеству «Березка» из Николаевского района исполнилось 50 лет. В гостях у юных лесовиков побывала наша съемочная группа. Село Славкино, равноудаленное от всех ближайших городов, Ульяновска, Саратова, Сызрани, окружено лесами со всех сторон. Неудивительно, что именно здесь еще 51 год назад появилось школьное лесничество «Березка». По итогам 2018 года оно было признано лучшим в России. Школа-села деревянная, но не потому, что на другие материалы не хватило средств. Здесь ценят чистый воздух и живут в гармонии с природой. Ребята в зеленой форме экологической гвардии. Ребята ежегодно принимают участие в посадках лесных культур в лесных массивах ГКУ Ульяновской области Николаевского лесничества, ухаживают за сенницами сосны обыкновенно на школьном питомнике, который у нас функционирует с 2011 года. В рамках природоохранной деятельности принимаем участие в изготовлении развешивания скворечников, кормушек, в экологических десантах по уборке территории лесных массивов, территории села. Ирина Александровна и сама состояла в этом школьном лесничестве. Теперь учит беречь природу следующее поколение «Березки». Когда лесничество только создавалось, вспоминает она, никакие конкурсы еще не проводились. Побеждать было не в чем. А в остальном традиции школьного лесничества не изменились. В лесничество я пришел с пятого класса. У нас проводился школьный палачный лагерь на территории нашего села. И меня позвали в этот лагерь. С этого все и началось. Далее я начал делать следовательскую работу. Мы выезжали на областные слеты лесничеств. Представили там свои следовательские работы. Первый проект Максима был посвящен муравейникам и их роли в экологии леса. Интерес его, кстати, профессиональный. Максим планирует посвятить лесу всю свою жизнь и поступить в профильный вуз. Как уже сделали пять выпускников Славкинской школы только за последние несколько лет. В четвертом классе у нас было посвящение в лесничество. Ну и меня, как и всех моих одноклассников, посвятили в участников лесничества. Ну и как-то сначала я принимал участие в каких-либо районных конкурсах, конкурсах рисунков, поделок, изготавливал скворечники. В пятом классе меня пригласили в палачный лагерь, после чего каждую последующую смену я также принимал участие. Ну и, можно сказать, до четвертого класса я считаюсь полноправным членом школьного лесничества. Всего в Ульяновской области действует 21 школьное лесничество. Многие из этих учеников действительно могут стать настоящими лесничами. Всем нужным навыкам их обучают. К сожалению, у нас сейчас такой возрастной ценз очень большой. Много, скажем так, опытных работает сотрудников в лесничествах. Когда-то они все равно уйдут, и необходима будет смена. Но кроме этого, важно не только, чтобы они были подготовлены к работе в лесной отрасли, но также эти люди имели представление о том, как себя вести в лесу. Надеемся, у этих ребят все получится. А школьное лесничество «Березка» еще многие годы будет оставаться лучшим в России. Тем более, что вдохновляет на это школьников сама природа вокруг родного села. Андрей Творогов, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды. Вчера в парках и на площадях города и области прошли масленичные гуляния. Но, пожалуй, громче и ярче всех зиму проводили в блинной столице региона Сингелеи. На центральной площади города проходил фестиваль блинов. Гостей развлекали скоморохи и ряженые. Работали интерактивные площадки «Сказка» и «Серебряное поколение». Активные ульяновцы могли поучаствовать в традиционных масленичных забавах – хороводы, притягивания канат, обои подушками на бревне. Ну а самые смелые могли залезть на столб за приготовленными для них подарками. Всего в масленичных гуляниях приняли участие более 22 тысяч жителей. Историю ульяновского драматического театра можно узнать в Государственном архиве Ульяновска. Приурочив выставку к столетию архивной службы и году театра сотрудники приготовили для ульяновцев много документов, которые ранее не выставлялись. По экспозиции прошла Сирина Антонова. Государственный архив Ульяновской области отметил год театра открытием выставки «Театр и время». Мероприятие стало первым в рамках фестиваля Ульяновской области «Архивный хронограф», который проходит с 11 по 15 марта. Гости здесь увидят разнообразные площадки, выставочная площадка. В читальном зале будет развернута мастер-класс по составлению родословной. Для детей и школьников ждет страна АСС, страна архивных знаний, где они поучатся, как реставрировать документ, узнают вообще, что такое документ, когда он появился, познакомятся с системой хранения архивных документов. Три сотни экспонатов, охватывающих период с середины XIX века до наших дней, представлены в 12 витринах выставочного зала архива. Они рассказывают о 140-летней истории театральной жизни Симбирско-Ульяновска, начиная с 1879 года, когда был построен театр Прянишникова. Сегодня это Ульяновский драматический театр. Менялись эпохи, политические кумиры, но, несмотря на все революции и войны, театр всегда был верен классическому репертуару. Даже к первой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции в театре поставили «Женитьбу Гоголя». В тревожном 1941 году на сцене театра в октябре поставили «Обрыв» по роману Гончарова «К 50-летию со дня смерти писателя», а 6 ноября впервые на сцену родины Ленина вышел актер в «Гриме Ильича». Была поставлена пьеса «Кремлевские куранты» и первым Ленином ульяновской сцены стал эвакуированный из Белоруссии актер Павел Степанович Молчанов. Ульяновский драматический театр имени Гончарова предоставил для выставки фотоматериалы последних десятилетий творческой жизни коллектива. Но не только драмтеатр в этом году отмечает юбилей. В апреле 75 лет исполнится Ульяновскому театру «Кукол» имени Леонтьевой. Ему посвящена отдельная витрина. Афиши 60-70-х годов прошлого столетия кому-то помогут вспомнить детство. Еще одна из витрин отражает жизнь ульяновского тюза, который предоставил для выставки великолепное женское платье и спектакля и настоящую шляпу-цилиндр. Выставка будет работать до июня текущего года. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, новости Ульяновской правды. Уже на этой неделе в Ульяновске пройдет первая весенняя сельскохозяйственная ярмарка. Торговля будет организована 16 марта на проспекте Гая. Она уже получила тематическое название «Крымская весна» в честь пятилетия воссоединения России и Крыма. Покупателей ждет широкий выбор местной продукции – животноводства, пчеловодства, овощей, хлебобулочных и продовольственных товаров, а также изделий народных промыслов. Волонтеры и социальное такси помогут пенсионерам и гражданам с ограниченными возможностями здоровья доставить приобретенную продукцию на дом. Заражение корью, прошедшая масленица и паводковая ситуация в районах региона – об этом и не только шла речь на сегодняшнем аппаратном совещании под руководством главы Кабинета министров Александра Смекалина. Подробности смотрите в нашем видеоматериале во вкладке «Аппаратное совещание». Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале ulpravda.ru. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин